Здравствуйте, тема моего доклада это симптомы поражения плечевого сплетения, плечевого, локтевого и серединного нерва. Значит, невропатия плечевого сплетения это периферический тип невропатии, который обозначает повреждение одного или нескольких нервов. Так как поражение плечевого сплетения является несчастной встречаемой патологией, то его путают с другими болезнями, например, с грыжей шейного диска. 7. Симптомы поражения плечевого сплетения. У пациента ощущается сильная боль в области плеча и рук в длительное время. У пациента возникает ограниченная пораженность, также возможная частичным или полным параличом пораженной конечности. В частности, речь идет о верхних конечностях. 8. Симптомы поражения лучевого нерва. Поражение лучевого нерва сопровождается двигательными нарушениями и изменением чувствительности в зоне иннервации. 9. Симптомы зависят от уровня поражения лучевого нерва. 10. При длительном поражении лучевого нерва развивается паралич иннервированных им мышц, например, разгибатели плеча, кисти, резких рук пальцев и так далее. 10. Симптомы поражения локтевого нерва. Происходит снижение счастливого ладонной поверхности, предплечья и кисти, одной третией и частичностью четвертых пальцев кисти. 11. Выраженное происходит похудание кисти, сухость и изъязвление и шелушение кожи кисти. 11. При сжатии кисти в кулак от первого до трех пальцев они не сгибаются. 12. Симптомы поражения серединного нерва. У нас преобладает сниженная чувствительность, непроизвольное сокращение, нарушение координации движений, трудности передвижения и конечности. 12. Развитие руки праведника, как вы можете увидеть на картине. 13. Спасибо за внимание. 13. Спасибо за внимание.